Это вторая премия «Золотой Прометей» в Сочи. Ее теперь уже по традиции вручают в преддверии Дня города. Отмечают отели, санатории, рестораны и объекты показа лучших в области гостеприимства. На самом деле это наша сочинская история. Прометей, все мы прекрасно знаем, что Прометей был прикован на Орлиных скалах. И год от года предприятия хотят попадать в этот финальный шорт-лист и активно просят за себя голосовать. Премию «Золотой Прометей» называют «Туристическим Оскаром». Она проходит в Зимнем театре. Ведущие – известные журналисты Ирина Муромцева и Кирилл Набутов. На сцене – звезды российской эстрады. Ну а сами номинанты, получая «Прометей», демонстрируют эмоции, достойные настоящего Оскара. Обнимаю вас от души всех. Люблю вас. Победители выбирали народным голосованием. Оно было открыто на сайте премии. Свои голоса за номинантов отдали около 27 тысяч человек. Заветные статуэтки вручали в 16 номинациях. В этом году добавили две новые – лучший объект турпоказа и лучший экологический проект. Открывая премию, мэр Сочи Алексей Копайгородский назвал статуэтку «Прометея» знаком качества в области гостеприимства. Это действительно лучшие из лучших. Те, на которых нужно равняться и которым можно гордиться. В этом году конкурс проходил по девизам «Сочи в четыре сезона». И это неудивительно. Наш город уже давно перестал быть межсезонным. Развитие курорта – это и вклад в экологию. Премию в номинации «Прорыв» получил директор пляжа «Приморский» Владислав Тепляков. За полученные голубые флаги – это международная награда присуждается тем пляжам, которые отвечают самым высоким требованиям по экологии, безопасности и сервису. Мы над этим работали, боролись за чистые пляжи, за чистое море. Я думаю, что нужно начинать, нужно этим заниматься. Все вопросы важны, но никто не должен забывать об экологии. Это то, что нас окружает. Своего «Прометея» получил и «Человек года» Виталий Бубенин, герой Советского Союза. Госнаграды его удостоили за проведение операции по охране госграницы во время советско-китайского конфликта на острове Даманский. И сегодня Виталий Бубенин в свои 80 как посол доброй воли ездит по стране, призывает всех к здоровому образу жизни и приглашает в главную здравницу страны – Сочи. Ольга Десятова, Алексей Добыдов, телекомпания ФКТ.